Благодаря спорту я не боюсь проигрывать, потому что я знаю, что это меня делает еще сильнее. Мне за два месяца нужно было научиться зарабатывать в три раза больше денег. Сама она начала рождаться, идея love, любовь. Любовь к стеше, любовь к себе, любовь к миру, любовь к одежде. Я вообще считаю, что не бывает некрасивых женщин. Просто женщины не знают, что они красивые, и они не знают, что они просто индивидуальны. Поэтому вот эту индивидуальность мы пытаемся раскрыть в каждой женщине. У нас ателье, плюс у нас свой бренд называется Стеша. Стешу звали нашу прабабушку. Она научила маму первым стежкам, ну и мама назвала в честь нее свое дизайнерское ателье по пошиву одежды из пэтчворга, ну и с ручной работы. Анна Терехина, российский дизайнер, придумала и развивает собственный бренд одежды. Изюминка ее коллекций – ручная работа. В мир моды пришла прямиком с теннисного корта. В прошлом была первой ракеткой Омска. Привет! Привет, Аня. Как давно я здесь не была, мамочки! Моей родной. Потренируешь здесь? Да, обязательно. Классно. Обязательно важно в бизнесе держать удар. Если ты его не будешь держать, просто можно сломаться при первом же повороте или при первой же проблеме. Поэтому всегда нужно быть сильной. Разряд как в боксе, большой теннис. Это два вида спорта, которые как раз дают мне выплеснуть свою энергию. Я была как будто первой ракеткой. Я была 25-я по России. И первая ракетка города. Я была тот человек, который занимался спортом 24 на 7. Моя первая профессия – тренер по большому теннису. И начала я заниматься теннисом в 7 лет. Причем я занимаюсь одновременно настольным теннисом, бальными танцами и большим теннисом. Тренеры мне сказали, нужно выбирать что-то свое. И вот спустя два года я выиграла большой теннис. Когда родился Савелий, это старший мой сын, я как раз ушла в спорт и начала очень активно тренерскую деятельность. На тот момент у меня было около 100 человек, которые тренировались. Я приходила на корт в 7 часов, уходила в 9 вечера. Между этим был ребенок, он ползал или на корте, или же. С няней дома находился, и вот я очень посвятила в тот момент именно тренерской карьере. Вот я знаю по себе и благодарна большому спорту, потому что только он научил меня при любой проблеме не проигрывать. Да, есть небольшой проигрыш, но если ты не сдашься, до конца всегда будет победа. Поэтому благодаря спорту я не боюсь проигрывать, потому что я знаю, что это меня делает еще сильнее. Был такой момент, мама воспитывала меня одна, и в какой-то момент просто не хватило денег. Потому что большой теннис – это довольно-таки дорогой вид спорта. Вообще говорят, что это спорт королей. Поэтому мне пришлось завязать с большим теннисом, и меня пригласил тренер на бадминтон. У меня еще есть разряд КМС по бадминтону, кандидат в мастера спорта. Поэтому какой-то период я переставала заниматься, по-моему, в районе двух-трех лет. Ну, а затем я вернулась обратно в теннис. Во мне открылось творческое вдохновение только с рождением средней дочки. Вот только тогда я задекупажила всю квартиру. Как только я ее родила, в первые два месяца мне нужно было что-то творить. Ну и попала под руку квартира. И, в общем, она была разукрашена салфетками. Я очень много покупала салфеток, украшала салфетками. И стены, и мебель, и вазы. Мы жили в Таиланде 6 месяцев. Там я занималась тренерской деятельностью. А еще я там знакомилась с дизайнерами. С дизайнерами по ручной работе, по одежде. Продавала их вещи в Омск. Я искала клиентов через интернет. Муж развозил уже. Курьером здесь был и развозила вещи по клиентам. Чуть попозже. Я нашла в интернете интересное направление по украшениям. В дальнейшем мне этого стало мало. Мне нужно было дальше что-то нового изобретать. Я нашла через интернет мастеров. Списывалась и предлагала на своей площадке размещать ручную работу. Когда мы вернулись в Таиланде, мама вызвала нас на разговор с сестрой. Сказала, девочки, мне уже сложно. Давайте будете или помогать мне, или мы будем продавать это наше дело. Потому что и физически, и эмоционально. И тогда был кризис. Ее вещи было очень сложно реализовывать. Потому что мамины вещи шились от одного до двух месяцев. Если брать одеяло, то одеяло из пэтчворга, оно вообще собирается около трех месяцев. И это очень сильно затратно по финансам. Поэтому мы с сестрой, недолго думая, согласились. Это было творческое ателье. Они не только отшивали, также они проводили обучение. Очень много вышло учеников. Чему я тоже горжусь. Потому что приходят к нам клиенты и говорят, «О, мы когда-то учились у вашей мамы». Или ты заходишь в магазин ткани, и тебя встречают и говорят, «А Татьяна Евгеньевна вашего выберет? Да». Все о ней помнят до сих пор. На ее плечах все держалось. Она очень много ездила по разным мероприятиям. Получала и гран-при, и выставки, и ярмарки. Такая стопка всяких грамот. Причем начала она это после 50. Это я вторая профессия. Раньше это был большой дефицит. В стильных вещах у меня мама модница, наверное, с рождения. Я помню, как она нам переделала вещи. Она очень любила вязать. Я училась в школе. Это 90-е года. И на тот момент у меня была куртка комбинированная с вязанными рукавами. Ну, в таких вещах не ходил никто. И, конечно, я выделялась. Она была еще розового цвета. Мы сказали, что я помню. Но мама всегда любила выделяться. Для нее это было очень важно. Она говорила, я могу приехать на КамАЗе, но главное, чтобы я вышла. У меня были каблуки. И чтобы я была самая красивая. Я предложила, говорю, давайте попробуем перевести дизайнерские вещи в повседневную одежду. Но для этого мы сохраним ручную работу. Потому что на тот момент этого не было. Я помню, что очень много завозили турецкой одежды. Все, что в основном носил город Омск. Или брендовые какие-то вещи. А вот такого не было нигде. Наш бренд строится на истории. История – это ручная работа. Конечно, мы будем максимально составлять это. Для нас качество – это один из важных пунктов. От мамы мне досталась ручная работа в пэтчворке. А это, представляете, какое качество изделия, на каком уровне должно быть. У нас даже есть интересная история. Лет 20 назад мама мне приносит вот такой кусочек ткани. Он собран из разных кусочков. И говорит, Анют, завяжи узелки. А когда ты переворачиваешь, там огромное количество узелков. Я тебе заплачу 500 рублей. Я посидела, три позавязывала. Говорю, мам, я тебе плачу тысячу, сама завязывай. Потому что для меня это очень сложно. Мама отошла от дела, но она нам помогает советом, вдохновляет нас. Она периодически приезжает на работу, и некоторые заказы касаемо ручной работы, то, что касается с пэтчворка, мы все равно ей передаем. Но девочки подключаются и помогают ей до конца выполнить изделие. Буквально месяца два-три назад мы отшили мамину вещь дизайнерскую. Это была красная юбка. Ох, сколько там было кусочков ткани, там, наверное, больше 500. Потому что юбка была сшита полностью из лоскутов. При этом некоторые приходят и говорят, о, пэтчворк, я знаю, что это такое. Это из остатков шьется. Я говорю, ну да, да, конечно, мы улыбаемся и идем делать дальше свою работу. На самом деле в пэтчворке самое главное подбирать по тональности и по фактуре. Как только ты делаешь в одном тоне или в одной ткани, это не смотрится. Вся дело – это как мозаика. Ее нужно собирать и видеть цвет. То все это мама умеет. Мне еще не учиться и учиться. Первые вещи наши были четыре толстовки. Мы их сшили в одном цвете. Это была просто основа. И начали на них придумывать. Придумывать на какой-то мы сделали аппликацию, на какой-то мы сделали пэтчворк, а какую-то мы дали художнику расписать. Я решила, что не нужно ограничиваться одной ручной работой пэтчворком. Хотя мама умеет делать истежку, и валяние. Мне было интересно как раз поработать с разными мастерами, так как один человек любит роспись, а второй нет. Ему хочется ручную работу, чтобы она смотрелась не так ярко. Нам же нужно выделяться среди других брендов и среди вообще другой одежды. Чем выделяться? Мы выделяемся натуральными тканями, мы выделяемся ручной работой и интересным кроем. Мы отшивали одежду для жизни. Для жизни должна быть удобная и комфортная одежда, поэтому в основном мы работали в этих двух направлениях. Еще у нас было одно направление, это стеша холм. Мы отшивали одежду для дома. К своему возрасту я скажу, что да, я полюбила Омск. Мне нравится, мне нравится Омск за счет людей, которые здесь живут, потому что мы жили в разных местах, даже за границей жили. И когда ты возвращаешься в Омск, ты возвращаешься как к себе домой. У нас люди очень добрые, очень открытые, отзывчивые. Вот этим мне нравится, жить в Омске. Я думаю, что плюсы и минусы есть везде. Поэтому мы стараемся всегда смотреть с положительной точки зрения. Конечно, очень сложно развивать бизнес в Омске. Изначально 80%, когда мы перешли именно в брендовую одежду, 80% мы сразу же стали продавать онлайн. У нас в Омске, наверное, только сейчас начали любить российских дизайнеров. Сложность какая возникла именно с городом Омском? Последняя мамина ателье находилась на 10-летии, на пятом этаже, в офисном здании. И из Омска к нам, может быть, в месяц добирался один человек. И все писали и говорили, так неудобно. Я говорю, мы же не в другом городе находимся, почему вы не можете до нас доехать? В общем, это было клиентам не так комфортно. Поэтому мы решили переехать в 2018 году. Я приняла прям такое смелое решение, и мы переехали в большую площадь. После 11 квадратных метров мы взяли сразу же два бутика, и наша аренда возросла в три раза. Мне за два месяца нужно было научиться зарабатывать в три раза больше денег для того, чтобы хотя бы перекрыть аренду. Это было сложно, когда ты ничего не знаешь, ты в этом никогда не работал. Все вот учились по ходу. Набирали мастеров. Спасибо большое всем мастерам, которые попадались мне, потому что через нас прошло очень много талантливых людей. И кто-то уходит и возвращается снова, и у нас двери всегда открыты. Не скажу, что это прям магазин. Вообще изначально была идея, когда мы открывали в Миллению большую площадь. Она была полностью прозрачной, чтобы люди видели весь процесс, который проходит у нас. У нас даже стояли там скамейки, и многие садились в попкорн. Мы смотрели, что происходит. А идея была интересная, и мы продолжаем ее придерживаться. Когда человек приходит в магазин, и, допустим, нет его размера. Ну, такое же бывает, мы можем прийти абсолютно в любой магазин. Или не подходит цвет, потому что мы все разные, нам подходят разные цвета. И вот в этом плане у нас есть услуга, когда ты выбираешь вещь, которая тебе понравилась. Мы можем ее отшить в вашем цвете, в вашем размере, а еще выполнить любой декор. Мне очень не хотелось, чтобы сильно добавлял деньги муж. Хотелось это делать все-таки своими усилиями. Поэтому максимально я стала выставлять посты, рассказывать, показывать. И месяца через 3-4 у нас уже появились постоянные клиенты. Если смотреть на тех клиентов, которые вот тогда пришли первые на бренд, они с нами до сих пор. Бывали разные времена, когда ты идешь и в плюс, иногда ты можешь идти в минус, потому что это средний бизнес. А тогда он вообще был малым. Наверное, где-то через год, когда мы встали уже более-менее стабильно, и у нас появился штат своих мастеров, объемы заказов, вот тогда можно сказать, что мы вышли в небольшой плюс. Года через 2-3 мы стали, конечно, уже зарабатывать. Потому что у нас выстроилось, как это нужно делать правильно. Потому что поначалу мы, как слепые котята, мы не знали, что и как делается. Мама работала все равно более в дизайнерских вещах. Это абсолютно другое направление. Даже если брать ателье и бренд, это два разных направления, несмотря на то, что мы шьем и там, и там. Уже 7 лет мы работаем именно над брендом. Ну и параллельно идет ателье с индивидуальным пошивом. На сегодняшний день это очень конкурентная среда, потому что, мне кажется, только ленивый перестал шить, а шьют абсолютно все и продают одежду. Во-первых, появился такой вид ткани, как трикотаж, на котором мы вообще не начинали свою работу. Для нас это было, наверное, единственное полотно, с которым можно было делать все, что угодно. На нем можно было и расписывать, и вышивать, и рвать, и открывать швы. Перешли мы на шелк, на шерсть, на хлопок. Вот то, что мы создаем мы, в принципе, этого мало. Вещи с ручной работой берутся мало людей, потому что это сложно, это долго. И стоимость изделия для того, чтобы продавать это много, ну, как бы она занижена к тому, что можно еще выше ставить. Потому что ручная работа, она во все времена ценится, что это дорогая работа. А как нужно рассказать о себе и максимально сделать продажи так, чтобы возвращались деньги? Потому что ты же вкладываешь деньги, и тебе нужно постоянно их прокручивать, чтобы они возвращались. Ну, по-другому никак. Особенно, когда ты из глубинки. Если бы мы были в Москве или в Питере, там было бы все намного проще. Пока молодых дизайнеров мы не привлекали, но вообще у нас двери всегда открыты, мы приглашаем к сотрудничеству. Очень много появилось дизайнеров, с одной стороны. С другой стороны, это тоже нам на руку, потому что нас стали больше людей воспринимать, что мы тоже интересный дизайнерский бренд, потому что в России начали ценить совсем недавно дизайнерские бренды. Люди о нас уже знают, даже подходят, звонят мне клиенты, говорят, Ань, сегодня в школе подходила учительница и говорит, а я знаю, ну, дочки, где ты одеваешься, это Стеша. Она говорит, да, нас уже узнают, наш почерк и наш стиль уже узнают в городе. Это приятно. Мы любим работать с трикотажным вязаным ателье в Омске, потому что трикотаж это вообще наша стихия, но хочется немножечко, чтобы он был разный. Поэтому у нас есть контрактное производство с вязаным трикотажем в Омске, у нас есть ручники, которые нам также вяжут шапки, аксессуары, тапочки. Ну и художники. В этом году у нас так и называется коллекция без коллекции. Мы решили, будем подстраиваться под новое время, как только можем. Поэтому, ну, как идея у нас вот сама начала рождаться идея love, любовь. Любовь к Стеше, любовь к себе, любовь к миру, любовь к одежде. Мы поставили для себя задачу изменить фасоны. Если раньше в первую очередь мы отшивали более простые фасоны и усложняли их ручной работой, мы решили рискнуть и просто создавать вещи на основе интересного дизайна, а уже добавлять к ним ручную работу, та, которая именно на них ляжет. Если раньше, то предпоследнюю коллекцию мы вообще заказывали художнику, нам делал эскизы художник, расписывал, показывал образцы. По ним мы уже выполняли коллекцию. Мы подбирали цвет, ткань, фактуру именно исходя из рисунков. Это была осенняя коллекция. Сейчас мы пошли от обратного. Мы сейчас создаем вещь, смотрим на нее. Так, сюда нужно что-то добавить. Те самые перламутровые пуговицы. Причем все первые образцы, которые у нас получаются, забираю я себе, потому что мне нужно их обязательно постирать, погладить, поносить. Провожу полностью тест я изделия. Тяну, рву, тру, для того, чтобы, если мы вводим в бренд вещь, она должна быть хорошего качества. А когда ручная работа, тем более ее в носке нужно протестить. Мы придумываем команды. Конечно, я смотрю, просматриваю очень много коллекций. Мы с конструктором, с дизайнером все это обсуждаем. Насмотренность на сегодняшнее время – это очень важно. Здорово, что появились такие приложения, как Pinterest. Очень много интересных приложений с коллекциями, где ты можешь посмотреть. Раньше такого не было. Что, мы открывали журналы и смотрели в журналах. Сейчас ты можешь создавать очень классные вещи. Даже если у тебя нет дизайнерского никакого образования, ты можешь посмотреть. Главное же – вкус во всем этом. Ручной работой могут заниматься очень многие. Но как соединить обычную толстовку с правильной ручной работой? Если ты нанесешь на толстовку ручную работу, которая не соединяется с цветом, с фактурой, она же не будет так смотреться здорово. Поэтому здесь самое главное – это, конечно, вкус. Два года назад мы ездили на CPM. Это международная выставка в Москве. Все, кто к нам подходили из Казахстана, говорили, о, вы классно делаете, мы хотим с вами сотрудничать. Наши качественные вещи носятся не один год. А если от них устают клиенты, они их убирают, а через 2-3 года они их заново носят, потому что наша одежда не выходит из моды. Да, дочь? Да, она модница у нас. Старший в года 3 подходит ко мне и говорит, мама, вот эта вот полосочка на носочках подходит к моей футболочке? О чем можно еще говорить? Конечно, это модники еще те. Мы как-то ездили, представляли свой бренд на ярмарке, на масс-маркете. Даже и успели поучаствовать в масс-маркете, да, короны вируса. И вот дочка у меня ходила, помогала мне, придавала, раздавала визит. И приглашала на стенд. На самом деле мы скоро уедем. Мы планируем уже летом поехать, попробовать пожить в Питере. Но опять же, Питер это такой же творческий город, как Омск, поэтому он нам близок. У мужа там бизнес сейчас ставится, и поэтому я замужем. У нас очень дружная и крепкая семья, и мы очень друг друга поддерживаем в этом плане. Поэтому я ему благодарна за многие моменты. Сколько он меня выручал и помогал, ну, практически всегда. Он очень хорошо работает с финансовой частью, я более творческий человек, поэтому мы дополняем друг друга, он меня учит, показывает и рассказывает. Наша работа будет работать здесь. Я уже составляю план, как это можно делать сразу на два города. Здесь у меня замечательная команда, которая будет справляться без меня, и я уже буду заниматься там продвижением. Я нахожу энергию от своих детей и от своей семьи. Я заряжаюсь, потому что я смотрю, сколько у детей энергии. С рождением Евы у меня открылась какая-то творческая составляющая, и мне очень все стало интересно. Но с рождением Стеши, третьего ребенка, мне очень хочется как раз развития, масштабирования и больших продаж. Старший сын Савелий, ему 13 лет. Он занимается брейк-дансом и учится в восьмой год в музыкальной школе. Еве 10 лет. Она занимается хип-хопом, музыкальную школу набросила. Но сейчас у нее очень активно, ей нравится кулинарить. И Стеша – это третий наш ребенок. Ей 10 месяцев. Вот она растет и всех нас радует, и дарит нам любовь. Почему Стеша? Потому что мы решили, что не будем останавливаться и продолжать дальше наш род. Вот мое еще самое любимое время – это 9 вечера, когда собирается вся семья. Дети рассказывают, как прошел у них день, сколько пятерок они принесли или не пятерок. И тут же ползает Стеша. Это вот для меня самое волшебное время. Я мечтаю, наверное, добавить больше путешествия в свою жизнь, потому что, на самом деле, я очень счастливый человек. У меня есть все, что может только, наверное, каждый себе пожелать. У меня есть дети, у меня есть прекрасная семья. Я довольна выбранным путем. Мне очень нравится видеть глаза женщин, когда ты стоишь рядом с женщиной в примерочной, а у нее не горят. Это, по-моему, самое важное, когда ты можешь сделать ее немножечко, но счастливее. Поэтому я буду продолжать дальше создавать одежду для того, чтобы женщина чаще улыбалась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова